Пять лет назад православная библиотека переехала в новое здание при храме. Раньше она располагалась всего на 14 квадратных метрах в помещении, которое выделило казачье общество. Тогда их помощь пришлась как нельзя кстати. Но со временем библиотечные фонды увеличились во много раз. Здесь бывают читатели разного возраста и не только анапчане. Приезжают познакомиться с документами и из других городов. У библиотеки сложился клуб почитателей. Ей даже посвящают стихи. 20 лет – это определенная века жизни. Это возраст молодого, зрелого человека. Началось вообще на улице Гребенской, 82, в маленьком храмике преподобного Серафима Саровского. Появилась коробка в притворе храма для сдачи литературы на новую библиотеку. Празднование открылось молебном небесным покровителям библиотеки, святым Кириллу и Мефодию. Среди книг уникальные, исторически бесценные. Например, прижизненное издание святого Иоанна Кронштадтского, глубоко почитаемый в России духовный покровитель семьи царя Николая II. Он занимался литературным творчеством, оставив несколько томов произведений. И вот эта книга тоже уникальная, потому что один из трудов прижизненного издательства книги «Солнце правды» протерея Иоанна Сергиева, то есть отца Иоанна Кронштадтского с его подписью. Одно из сокровищ – молитвенник 17 века из типографии царя Алексея Михайловича. Книга сохранилась почти целиком, хотя и нуждается в реставрации. Сам вид говорит о том, что это книга редкая и, конечно же, древняя. Читатели интересуются православием нашего времени. Охотно берут современные журналы «Русский дом», «Свечечка для детей» и «Славянка для женщин». Приходят, с удовольствием берут, потому что здесь все. Здесь и о душе, здесь и о вере, здесь важные вопросы для них поднимаются. В будущем здесь планируют провести мероприятие, посвященное славянской духовной литературе, пополнить фунды. Гости пожелали библиотеке Кирилла и Мефодия отпраздновать и 25 лет, и 50. Ирина Меркурьева, Константин Чиганов, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.